Привет, друзья! У нас сегодня погодка ветреная, но очень тепло и солнечно. А я иду с новой почты, несу посылочку. Была идея открыть эту посылочку с орхидейками здесь на скамеечке, попросить, чтобы вскрыли на новой почте. Меня удивила коробочка. Сейчас вам покажу. Она такая худенькая и длинненькая. Ой, ой, ой. Видите, вот такая вот. Ой, с этой стороны покажу. Вот такая вот худенькая и длинненькая. Я подумала, наверное, все-таки пойду домой и открою ее дома. Мне просто интересно, как они лежат. Там 7 орхидей, они, наверное, как-то вот так лежат. Ну, посмотрим сейчас. Дом открою. Так, друзья мои, я уже дома и пытаюсь найти, с какой стороны распаковывать. Как лучше распаковать. Кругом скотч. Кругом скотч. Так. Ну, наверное, как-то она вот нехитро открывается. Просто я еще об этом не знаю. В общем, сейчас я разрежу все. Не буду вас утомлять. Подрежу, разрежу. Сейчас, ребята. Кажется, я нашла. Где Ларчик открывается? Кажется, я нашла. А может, и не нашла. Вот здесь надо еще разрезать. Ага. 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 И вот здесь. Не везде я раскрыла. В принципе, удобно. Вот смотрите, как удобно. Вот так открыла. Видите? И содержимое вот передо мной. Так. Всегда есть сюрпризик. Сюрпризик в виде вот таких красивых вкладышей, на которых напишем название орхидеи. Их пять. Орхидеи вроде семь. Ну, мне так помнится. Не буду утверждать наверняка, но вроде как семь. Китайская пресса. Как же без нее? И малявки. Малявки, малявки, малявки. Я уже вижу, что они маленькие. Они один из семь. Немножечко влажненькие, но они долго не ехали. Вот. Фокс. Фокс это... Это такая орхидея, девочки. Восковичок. Фокс. Это лисица. Вильна лисица. Вольная лисица. Так мне... Так я помню. Называлась эта орхидея. Она очень интересная. Есть у нее небольшое количество корешков. Ну, вот так. Листиков тоже немного. Вижу, немножко желтеет листик от основания. Но надеюсь, что это не будет какой-то проблемой для нас. В общем, вольная лисица. Очень красиво цветет, ароматная. Так. Номбер вам. О, господи. Упала. Слушайте, опять малышнина брала. Вот это красота. Это, смотрите, какая варигатность. Все вы, конечно, его узнали. Это Вивьен. Вивьен. Любимый всеми Вивьен. Вы знаете, цветение у этой орхидеи, ну, такое себе. Не впечатляющее так прям совсем. Ну, как мне кажется, я не видела вживую, ну, вот на картинках. Ну, посмотрите на эту варигатность. Класс, да? Но у него с корешками уже получше. Он уже такой ядреный. И листиков у него побольше. В отличие от лисицы. А лисица что-то вот... Вот это меня всегда настораживает. Вот эта желтизна от шеи. Ну, будем надеяться, что все будет хорошо. Да. Здесь картина получше. Номбер ту. Там, девочки. Следующий пакетик. Боже, не все малыши. Малыши-карандаши. Честно вам скажу, я уже плохо помню, кого я там поназаказывала. По листикам узнаю породу. Надеюсь, я не ошибусь. Корешки, вы где? Мало, корневая не очень развита. Это виолоцея. Виолоцея это природная орхидея. Это виолоцея ред. Вот в таком состоянии она ко мне приехала. Виолоцея у меня еще не было. Оправдание. Я придумала для себя. Не было у меня еще виолоцея. У меня есть тетраспис. У меня есть спициоза. Спициоза готовится к цветению. И у нее растет цветоносик. Вот, посмотрите, девочки. Корешков немного, но где-то там они есть. Да. Так, теперь следующее у меня орхидея. Кто это? Я не могу понять, кто это. Банан. Девочки. У нее даже пророс корешок. Но как-то дело не пошло. И остался один тяж. Видите? Это бананка. Это классная орхидея. Такая пестрая. Я вам вставлю все эти фотографии. Этих орхидей. Ну, за бананкой выстроилась очередь. Она прикольная. Бананорама, как-то она называется. Я успела. За бананами. Она в домашнем цветении. Я смотрела видео у девчонок. Ммм, какая она прикольная. Главное дожить до этого момента. Дорастить. Дожить и дорастить. В общем, бананарама. Ну, она там не так называется. Да я так ее бананарамой зову. Она совсем юная. Сейниц. Но они все вот 1,7. Вот такие вот малюпусенькие. Так. Следующий. Следующий, следующий. О, тут, мне кажется, уже побольше, ребятки. Да, побольше. Тут уже пошли. Пододвину коробочку. Тут уже, ребятки, покрупнее. Ну, они тоже 1,7. Но они покрупнее. Ты кто? Формоза. Ммм. Формоза. Формоза. Девочки, я не помню, что за Формоза. Ну, у нее неплохие листики и неплохие корешки. Формоза. Ну, в общем, надо все посмотреть. Узнать. Что за Формоза Аня купила. Ну, радует, что это Формоза с хорошей корневой. В отличие от предыдущих дамочек. Неплохая. И листик из серединки появился. Надо будет их протереть. И пробрызгать, девчонки. Что там в середине? Непонятно. Главное, чтобы не было вредителей. Формоза. Я прям в интриге. Что за Формоза? Так. Вот, вот что-то большое. Такое крупное. Посмотрите, какой там лист. Во, вот такое я, конечно, люблю. О! Они чем-то пробрызганные. Вот. Это два с половиной. Это большая. Что там у нее? Корешок или цветонос растет? Девочки, не пойму. Кто это? Персик. Люблю эти названия. Ханя, что ты купил? Персик. Персик. Настоящий персик. Так, что там у нее в серединке? Ну, у персика тут немножко листочек такой. Не очень. Он влажный персик. Ну, вот я думаю, что он больше суток, эта посылочка телепалась ко мне на Одессу из Киева. Я вчера ждала, но что-то так и не дождалась. Если я в списках была со среды, отправка, я ждала сразу в четверг. Не было сообщений, ничего. Сегодня только в пятницу пришло сообщение. И вот я сразу, девочки, я моментально побегла, побежала. Так, что там в середине? Надо продуть. Вот серединка мне непонятна, то ли сорт, то ли что-то там такое непонятное. Но мне интересно, кто ты? Персик. Девочки, не знаю. Персик. Ну, там были какие-то названия такие конкретные. Пич, персик. Не знаю, девчонки. Вставлю фотки. Так, и осталась еще одна орхидея. Тоже большая. Это тетраспис. Вот, смотрите. Тетраспис узнается по листовой пластине моментально. Моментально. Так, я аккуратно достану. Не разрываю я пакетик. Ой. Вот, тетраспис. Это природные орхидеи. Они отличаются очень. Этот тетраспис какой-то... У него название там плохо запоминающийся. Что-то он так покрутил лист. Ну, вот он такой. С корнями, с хорошими. С растущим листиком. Чанг-фу. Как-то Чанг-фу. В общем, Чанг какой-то. Я еле нашла его вообще в интернете. Он цветет такими, знаете, красными цветочками. Вот это из ароматных. Тетрасписы они ароматят. Они, в принципе, не думаю, что сильно прихотливые. Не все любят цветение тетрасписов, потому что они специфично цветут, ребята. Поэтому они как револьверно цветут. У них специфичный такой цветочек с очень мохнатой губкой. Мне интересно, что это за персик. В общем, две с половиной, две с половиной и по одной. Так, а что ж их все? Все, ведь они уже с утеплителем шли в коробочке. Вот утеплитель добавлен уже. Утеплитель. Хотя еще у нас тепленькое. Я, в принципе, не думала, что уже можно утеплять. 5, 6, 7. Да, правильно, 7. Получается две, два с половиной. Вот это, конечно, классно. И 5, 5 малышариков. Вот. Вот. Виалацейка маленькая. Вот эти два, получается, два природника. Тетраспис и виалацея. Девочки, виалацея пахучая. Я не знаю, но пишут и рассказывают. Все, кто имеет виалацейных гибридов. Все рассказывают, что гибриды на виалацею. Сама виалацея это просто очень обалденные ароматы. И я, конечно, не хватило мне как-то на орхидеях мира, когда заказывала виалацея индиго. Ой, как я хочу виалацею индиго. Ну, все, все впереди у нас, правильно? Вот такая вот у нас сегодня покупочка орхидейная. Будем возиться, будем возиться, будем выращивать. Кто-то покупает только 2,5. Боится вот такую малышню. Я вам скажу так. Я не боюсь малышню. Она хорошо адаптируется, стартует. Ну, надо подождать. Надо немножко подождать, конечно. Бывает, что вот у меня, я вам скажу, есть случаи, что у меня вот 2,5 попропадали. Как ни странно. А вот эти полторушки 1,7 вроде как ничего. Растут. Вот странно. И процвели у меня 2, там есть 2,5 процвели и пропали. Представляете? Так красиво цвели. Это вы увидите в моих следующих видео. Интрига. Ну, вот так вот. У меня стоят теперь пеньки. Так что не знаю. Вот так бывает. Вроде сильные орхидеи поприходили в 2,5. Эти тоже неплохие. И раз и все. Ну, лето было жаркое. И бывают разные неприятности, к сожалению. Наши хобби великолепные, но не без неприятностей. Да, девчонки, все-таки вот этот красавчик, он выделяется, да? Прям суперский. Посмотрите, какой он красивый. Ой. Ну, дай боже, чтобы они все хорошо росли. Не огорчали. Дошли до своего, так сказать, возраста цветения. Вместе с нами будем наблюдать за ними. Ой. Сказать, что они сильно просушенные, я бы не сказала. Они такие вогкие. Но сейчас влажность повышенная и в квартире, и на улице. И они вот не такие прям как сухари, как бывает, как сухари приезжают. Эти прям такие нормальные. В общем, я довольна. Главное, чтобы вот эта, как ее, где она? Та, которая лисица. Лисица. Фокс. Вот это же она. Вот этот вот листик. Главное, чтобы было с ним все в порядке. Ну, я думаю, что он фласочный. Надеюсь, что там ничего страшного нет. Непонятно, девочки. Ну, надеюсь, что все будет хорошо. Надо аккуратно поливать. Ну, вот они. Ну, вот эти можно чуть-чуть полить. Они суховатые. Какие-то влажноватые, но вот большие и влажные. Большие и влажные. А малышня подсушенные. Они в обработке все. Видите, в обработке. Надо, значит, оставить эту обработку на какое-то время на листиках. Сейчас их надо попоить, кого надо, с добавлением HB. Потому что надо им налить по приезду для адаптации чего-нибудь вкусненького, энергетичного. Такие, ребята, мои покупочки сегодня. И у меня будет завершающая посылочка от Ольги Вовк через время. Это, вот, кстати, посылка от Ольги Вовк, я не сказала, из Киева. Будет еще одна посылочка. Там нежнятина будет ехать. Орхидеи все а-ля легато. Ну, это я так шучу. Не легато, конечно. А вот тут вижу персик приехал. Я не могу понять, что за персик. Что ж это за персик. Я посмотрю сейчас. Забыла я. А там тоже такие, знаете, все. Я заказала платье невесты. Потом Беглиб для подружайки. Ей понравился нежный. Потом Рейнбоу орхидею я заказала. Не помню размер. 1,7 или 2,5. В общем-то, вот так. Они такие вот нежненькие. Там их, по-моему, 4 всего лишь. Всего лишь. Боже, девочки, где брать место? Кто расскажет, кто подскажет. Тут надо уже оранжерею отдельно. Но, к сожалению, вот некоторые сорта не выживают. Но я вам скажу такую вещь. Я так для себя решила. Не надо расстраиваться. Если действительно пропал сорт, который вы прям хотите, его дублируйте. Возможно, попадете на более такой... Как бы покупайте еще раз. Если сорт вам припал до души. Но... Как-то не печальтесь сильно. Это я по своему опыту. Не входите в такую, знаете, глубокую депрессию. Что все, руки опустились. Я больше не буду заниматься орхидеями. Я больше не буду покупать орхидеи. Все, они у меня пропадают. Нет. Просто дело в том, что у нас-то условия не идеальные. И это большое искусство вырастить такую экзотическую... Такое экзотическое растение приспособить, адаптировать к нашим условиям. Так что вы себе самооценку, пожалуйста, не опускайте ниже плинтуса. Если у вас получается, значит у вас все в порядке. Вы молодец. Если не получается, значит орхидея не ваша. Не в плане того, что к вашим условиям ей некомфортно. Она не будет жить в некомфортных условиях. Ну, как бы да. Подбирайте сорта. Смотрите. Да, это методом проб и ошибок. Подбирайте те сорта, которые действительно будут... Уживутся в ваших условиях. Такая вот я... Вот такой вывод я сделала для себя. Если какая-то орхидея пропадает, пропадает, то значит, ну вот так вот. Девочки! Ёлки-палки! Я вспомнила, что это за персик. Это Валли! У меня пропал Валли. Я его покажу вам, как он цвёл. Как с ним что было. Но он у меня пропал. Понимаете? И я в расстроенных чувствах... Вот он просто развалился. Прямо на пике цветения своего. Цветонос до сих пор у меня стоит в вазочке. С водичкой. И даже не морщится. И я заказала ещё один Валли. Потому что... Ну, такого точно я не нашла. Был только персиковый. Был лимонный, уже нету. Был персиковый. Вот мне посчастливилось. И был ещё какой-то жёлтый. Вот ни жёлтого, ни лимонного мне не досталось. Мне достался персик. Вот. А у меня какой-то такой был терракотовый. Ну, не знаю. У меня там один листик на пеньке остался. Надеюсь, что-то из этого получится. В общем, друзья мои. Всех обнимаю. Всем хорошего настроения. Мирного неба. Силы терпения. Держимся. Выживаем. Радуемся жизни. Живём в моменте. Пока-пока. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова